Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. В Москве 14 часов 3,5 минуты. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране» в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и не только. Друзья, с радостью представляем. У нас в студии сегодня Гарик Буррито. Здравствуй, страна. Привет, Гарик. Здравствуйте, ребята. Технология Страна.ФМ позволяет Гарика из клипа перенести аккурат в студию. Я постарался. Трансформировался. Ну, как дела? Расскажи. Спасибо, что играете нашу музыку. Очень приятно. Да, пожалуйста. Мы тоже радуемся. Очень радостно, наверное, ребяткам, которые в этом клипе приняли, в этой музыке вообще, были, скажем так, создателями. Грув, объединяющим звеном, и я дополнительным. То есть Блэк Купру и диджей Грув. Огромный привет. Очень хорошие ребята, очень старые, добрые друзья. Помогли друг другу. Помогли, да. То есть это эксперимент же тоже, да, то есть это, в принципе, молитва, облеченная в музыку довольно-таки танцевальную, я бы сказал. Но люди, которые слушают песню, понимают наши месседжи, которые двигаются вместе с нами внутренними порывами души, понимают, что это обращение к очень многим, к очень многим. Скажи, вот из тех песен, которые ты сейчас играешь на концертах, вот самое хитовое, на твой взгляд, судя по реакции зал, да. Ну и сейчас, да, в последнее время. Давайте перечислить песни, которые действительно вызывают так, как... Реакцию наибольшую. Давайте так скажем. То есть сольный концерт — это вообще история отдельная. Там все песни проходят, скажем, с таким эмоциональным накалом. Если мы говорим о сборном концерте, то, соответственно, песни, которые в ротации, они, конечно же, имеют свой отклик. Если мы играем непосредственно в каком-то корпоративе дни рождения и так далее, что тоже бывает, безусловно, люди... Нет, есть категория людей, которые приглашают нас, например, на свой день рождения, зная всю музыку, все альбомы, все песни, и требуют играть именно там, например, белый альбом и так далее. А все остальные концерты, которые имеют большую часть наших гастрольных будней, основные песни, которые, ну, реакция вызывается на основные песни, ты знаешь, безусловно. Реакция, имея в виду, вау-вау-вау, прямо такая запредельная, ты знаешь, соответственно, мама. Соответственно, песня «Пока город спит», песня «Штрихи», песня «По волнам мегахин», да, песня «Ты знаешь». Я сейчас перечисляю песни, которые были, в принципе, на ТВ, да. И вот сейчас набрала ту самую массу отзывов и массу прослушивания песни «Помоги». Все же опять относительно, да, я сейчас... То есть есть категория людей, которые воспринимают нас как еду, бурита, да? Ну ладно. Да, абсолютно серьезно, абсолютно серьезно. Есть категория людей, которые уже знают, что бурит — это три иероглифа, вот. И мы сейчас говорим о универсальности нашей, например, нашего коллектива в том смысле, что мы можем играть на любой площадке. Будь это фестиваль, мы можем играть, играть только тяжелую музыку из наших альбомов, будь то это вот как раз недавно был FIFA Fan Fest, и мы играли достаточно тяжело. Потому что так требовалось, нужно было, так чувствовали? Эмоционально, когда перед тобой 100 тысяч человек, их хочется немножечко сначала поднять. Другая энергетика нужна. Прокачать 100 тысяч, конечно, да, это непросто. Это удивительный экспириенс. Мы выступали на трех площадках в рамках FIFA Fan Fest в Сочи, в Калининграде и в Москве. По нарастающей Сочи 5,5 тысяч человек, там Калининград 29, по-моему, и 100 тысяч почти на Воробьевых горах. Это был замечательный опыт. Просто очень много людей для себя, скажем так, бурить открывали в лайвовом звучании. Вот. Поэтому все относительно. Понятно. За футбол-то как? Валеешь? Сидишь? Или весь в гастролях, по студиям? Этим невозможно не заразиться. Этой лихорадкой. И удалось в рамках одного интервью погулять по Никольской. Заценить, увидеть, что происходит. Примыкающим улочкам. Прекрасно. Я, конечно же, за красивый футбол. Я, конечно же, очень трепетно отношусь к качеству. Несмотря на то, что я хоккеист. Хоккей — это моя боль и любовь. И еще после знакомства с великими, такими, как Вячеслав Фетисов. Это правда, да. Такими, как Владислав Третьяк. Такими, как уже ребята наши молодые. Ну, это Овечкин. Женя Малкин, Саша Овечкин. Привез уже кубок Стэнли. Уже когда лично знаешь людей, Сережу Гончара, еще больше. Но у меня любовь к хоккею с моих занятий спортом, хоккейным, именно еще с Ижевска. Я надеюсь, что ребята из моей хоккейной команды нас слушают. Потому что, ну, я ценю те времена. Это был рост. Я с третьего класса пришел. У вас абсолютно слабый парень, болезненный. И там за пять лет из меня сделали какого-никакого спортсмена. Потому что школа Олимпийского резерва — это что-то значит, да? Это прямо серьезная подготовка была у нас в Иштале. Друзья, мы сейчас будем готовиться к следующему выходу. Будем говорить с Гариком. А вы пока посмотрите, послушайте музыку в эфире «Страна ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Роман Шахов и Лиза Калинина в студии. И мы с удовольствием еще раз напоминаем, что у нас в гостях сегодня Гарик Бурита. Вы можете ему задавать вопросы. 909-928-189, и 9 в WhatsApp, Viber, SMS. И группа ВКонтакте «Страна ФМ». Гарик, что меня поражает? Вот у тебя такая какая-то миссия вдохновлять в каждом твоем действии. Понятно, песня, клипы. Но, казалось бы, даже Инстаграм твой отвечает на какие-то нужные вопросы. Причем такие, можно сказать, универсальные. Это что за такое дело? Мы ввели такую рубрику, благодаря нашему СММ-менеджеру Борису Сору. Гарик отвечает. И любой из наших, скажем так, сподвижников или людей, случайно проходящих, может задать вопрос, на который я могу ответить. К моему великому сожалению, вопросы чаще всего, конечно же... Банальные? Не банальные. Не требующие ответов, на мой взгляд. Я вообще очень... Я даже к этой рубрике тоже относился изначально так. Я вообще не люблю комментировать, не люблю давать советы, не люблю назидать, что-то еще. То есть я считаю, что у каждого своя карма абсолютная. И вот каждый познает этот мир своими руками, глазами тем, что нам Господь дал. И какие-то, например, возможно, ответы порой могут сбить от внутреннего поиска. Но в крайнем случае, безусловно, есть вопросы, которые меня самого цепляют, и я позволяю себе на них отвечать. И прошу не обижаться людей, которые задают, вы отвечаете там, не отвечаете на мой вопрос. Я задаю, потому что мне вопрос просто, простите, неинтересен. Благодаря тому, что я могу взять на себя ответственность только за то, как я мыслю. Исключительно в вопросах, которые надходят во мне отклик. Потому что в большинстве вопросов, которые задают на сайте, на большинство вопросов присутствуют ответы. В наших интервью, в наших песнях, в наших концертных выступлениях. То есть твои сподвижники уже знают. Да, это нужно просто ощущать. В этом нужно, в фароне нужно разбираться. Но некоторые вопросы, да, цепляют. Вот, например, вопрос последний был, что делать, если нет сил жить? Я постарался. То есть, вот это же, опять же, время и место. Конкретно время и место. Этот вопрос совпал с моим не просто настроением, с мироощущением. Мне попал вопрос, и мне захотелось ответить в тот момент, поделиться своими размышлениями. Я написал, как смог. То есть я... То есть главный посыл — искать вдохновение, да? Конечно, искать вдохновение, источники вдохновения, которые дают нам не просто устремления, которые дают нам возможность любить других. Тут же весь вопрос, почему нет сил жизни. Потому что, возможно, вы не любите. Возможно, вы не умеете любить. Возможно, еще не научились и так далее. И в этом случае, опять же, это не панацея. Это только измышление. Скажи, где ты, может быть, у кого-то ты ищешь ответы на интересующий тебя вопрос? Есть такой человек? Читаю много книг. Параллельно 3-4 книги. Я уже много раз об этом говорил. С ранних, молодых ногтей люблю фантастическую литературу, в которой мне кажется... Ну, фантастическую литературу, не которым... Скажем так, мне интересно развитие человечества. И человека в будущем. Устремление души и так далее. Вот, например, в этом случае, конечно же, Стругацкер максимально, мне кажется, продвинулся. Ну, сейчас, опять же, мы можем... Две жизни ты рекомендовал. Абсолютно точно Конкордия Антарова, да. Конечно. Это... Ну, это вообще так... Книги вышло в порядку, да. Книга с набором правил, да. Не относящаяся к категориям каким-то. Вот тот самый источник вдохновения, возможно, у меня в юности был книги. Друзья, больше читайте. Мы пока сделаем небольшую паузу, после которой обязательно вернемся. Оставайтесь в компании «Странная ФМ». Субтитры создавал DimaTorzok Если бы не бежал ногами над звездами Еле себя держу Жду Мой самый невидимый, видимо сон О мире, в котором не бывает тебя Я чувствую дрожь Я чувствую, что Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Прости меня Вновь не усну я Встав на разбег Иду Иду, пока спит земля Снежной россыпью ниже нуля Я бы сам не знал О призраках прошлого Если бы не искал Если бы не искал Что-то хорошее Так же себя держу Жду Мой самый невидимый, видимо сон О мире, в котором не бывает тебя Я чувствую дрожь Я чувствую, что Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Мой самый невидимый, видимо сон О мире, в котором не бывает тебя Я чувствую дрожь Я чувствую, что Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Гарик Буритов В эфире телерадиоканала Страна ФМ Не только поет Ездит на красивом автомобиле Но еще и танцует Наслаждается жизнью Да, да, да А еще там как раз Сцена, где Оксаночка Моя жена стоит Она поворачивается, беременная Лукой Там Лука еще Прямо То есть уже принимал До рождения полгода До рождения где-то полгода Участие в съемках фильм Клипом Класс Очень классно Кстати, как сейчас он поживает? Чиск занимается, расскажи Скоро год и пять Мы встаем в пять тридцать В шесть утра где-то так Вот и начинаем сразу То есть сейчас у нас Любимый мультфильм Есть Морл и шарики Мы начинаем утро с него Без мультфильма Никак не можем поесть Очень интересный пацан По-прежнему с Нордом дружит, да? Тесно общаются Мне кажется, Норд в этом случае Позволяет с собой дружить Он все-таки чувствует себя старшим И в некоторых случаях Он немножко снобистский Относится к развлечениям Луки Ну, Лука на него периодически садится Целует его О чем Норд пишет в своем инстаграме Да-да-да-да Мы все это знаем Ему непросто приходится И Норду, да И Норду пришлось непросто У него все ориентиры поменялись У него даже был покой Так, как когда Лука родился У него даже некий такой был Ревность Психологический, да Затык Я бы сказал Ой, это просто Животные и дети Это, конечно, такое великое счастье И такое великое смирение И великое Переосознание Вот как раз Качать мышцу любви можно О чем мы говорили Да, качать мышцу любви Особенно Когда Оксанка у меня Абсолютно уставшая Недосып У нас одно время Норд летал так Сел Ну, чтобы не Потому что он же привык Что он центр внимания А тут он раз И не центр внимания Но теперь им все равно То есть он постоянно с нами Безусловно И я думаю Чем старше становится Лука Тем интереснее Норду с ним Понятно Вы отдыхали Всей семьей В январе Вот мы смотрели Да, в Таиланде Да, все это было здорово Красиво Летом куда-нибудь собираетесь В августе мы собираемся в Индию Это прям Таколыбель В которые нам всегда хотелось попасть Мы поедем в интересную клинику аэровидическую Все вместе Да, безусловно, все вместе Интересные процедуры нас ожидают Такие, как ширадары и так далее Умасливание Различные массажи Соки, воды Релакс А что ты нам расскажешь в инстаграме, скорее всего Это такая Ну, не знаю Это тоже интересно Подожди Не Випассана, конечно Но Да, это не Випассана Зачем тебе Випассана? Ты певец Да Но иногда певцам представляешь Молчать Две недели помолчишь Потом напишешь песню Это точно Ну, смотри, Оксана же, она увлекается йогой Сложно сказать Увлекается Мне кажется, Гарри тоже Это все равно часть жизни Часть жизни, да Когда Она выбрала для себя Аштанга-йогу Это одна из самых силовых практик Тот уровень, который у нее был до беременности Например, ну, очень серьезный уровень То есть, я со своей физухой сдыхал на 20-й минуте Она два часа спокойно работала А там же несколько уровней Несколько серий, да Несколько серий Количество времени Посвящения Посвящения Этой практике Замечательной Ну, все вернется Я знаю, что все вернется на круги своя Потому что, ну, то есть Принцип Ахимсы Не навреди Не навреди, да Да Не навреди Тоже должен Во всяких случаях проявляться И в таком тоже То есть, немного Скажем так Даже в неком отстранении от практики Ну, и перемещение центров Там, внимания на ребенка Возьмешь ли ты катану В Индию, скажи У тебя же все-таки свои есть увлечения Это боль моя Если сейчас дядь Дима меня слышит Он, наверное, там сидит и галочки ставит Так, он уже пропустил Пропуски Ну, я очень много пропустил сейчас, да Занятий по яйду Ну, тоже отстранение иногда нужно Да, скорее Бурита набирает некую массу И эта масса позволяет катиться по концертам Хорошо, что не по наклонной Нет, по концертам По концертам, да По концертам И когда у артиста появляется Ну, давайте честно и откровенно говорить Что мы до сих пор зарабатываем Именно ногами Количество концертов Прямо влияет на зарплату И поэтому Чем больше концертов Тем лучше Тем более у нас большой коллектив Который тоже должен кормить семьи И так далее Поэтому чем больше концертов Тем лучше Концерты через день Да, когда концерты через день И вот я, например, отмечаю Что я уже не столько могу Времени посвятить студии Ближайшие когда? Давай сразу скажем Завтра у нас Краснотуриинск Потом Оленигорск Да И потом 26 июля Баку Баку, да Шестиваль Жара Много всего Друзья, афиша у Гарика есть на сайте Так что заходите И в ВКонтакте Тоже есть вся информация Сделаем мы сейчас, друзья Небольшую паузу После которой вернемся Кстати, до конца этого часа Мы будем не только с Буритой разговаривать Но Гарик здесь В эфире Страна ФМ Живьем Да, одну из своих популярнейших песен Так что не переключайтесь Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Дорогие друзья Это телерадиоканал Страна ФМ Программа Лучшие в стране Мы в этой программе Не только разговариваем С замечательными гостями Напомню, сегодня у нас Гарик Бурита Чему мы рады безмерно Очень-очень рады Тому, что Гарик сегодня будет Не только с нами общаться Но и исполнять одну из песен А как могу, конечно Спасибо большое Итак, друзья Живое исполнение у нас Давайте, что Что поем? Штрихи поем Так Ну что, мы готовы Друзья, мы хлопы У нас есть специальные инструменты Да, ой, классная такая штука Да Ну что, поехали Да, давайте Поехали Полетели Мы штрихи одного рисунка Черно-белая графика Безликие тени на пустых перекрестках В сетях городского трафика Когда ночь остановит свой взгляд На созвучии сказанных слов По минутными мутными формами воздуха Разольется любовь Снова бегут по небу облака Мягкими перьями белыми Укрывая внизу города В этих районах мы скроемся наверняка Наши сердца не разлучит Никто никогда Никогда Мы все те же, что месяцем раньше Только взглядом уже не совсем Черным по белому Белым по черному Краски снова станут ничем Распадаясь, становясь частотами Четными и нечетными Радиоэфирными волнами Нас кто-то встретит еще Снова бегут по небу облака Мягкими перьями белыми Укрывая внизу города В этих районах мы скроемся наверняка Наши сердца не разлучит Никто Никогда 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 Ледяные камни, горячие сердца В нас топят надежды, но мы верим как прежде Руки вселенной держат нас И льется любовь Прямо сейчас Разольется любовь, моя любовь Разольется по венам моя любовь Твое сердце согреет моя весна Разольется любовь не напрасно Разольется любовь, моя любовь Разольется поленом, моя любовь Твое сердце согреет моя весна Разольется любовь, не напрасно Снова бегут по небу облака Мягкими перьями белыми Укрывая внизу города В этих районах мы скроемся наверняка Наши сердца не разлучают никто Никогда, никогда Аж слезы на глазах Да здравствует рэп-кор, друзья Гарик Буритов, кастях у страны FM. Молодец. Гарик, у меня вопрос сразу напрашивается. Вот ты весь такой, ну не знаю, какой-то светлый, определенный у тебя есть какая-то, ну вот я уже говорила слово миссия. Вот как ты балансируешь в этом шоу-бизнесе? Здесь все равно в нем работаешь, есть конкуренция. Ты ее вообще замечаешь? Как в ней? Ну какое-то есть на тебя влияние? Я не соревнуюсь. Это самый главный принцип в нашем случае. Принцип несоревновательности. У меня нет желания кого-то порвать. У меня нет желания кому-то что-то доказать. У меня есть желание только реализовать все, что у меня в голове максимально. Все, что у нас с Оксанкой в голове. Ну в головах. Ну конечно. Я просто немножко не понимаю вопрос, да. То есть что значит? Я в этом шоу-бизнесе как бы слово этот шоу-бизнес и так далее. Российский шоу-бизнес для меня не имеет негативной окраски. Я знаю много людей достойных в нашем шоу-бизнесе. Не просто достойных, а светлых, великих, чистых. Я имела в виду больше, что наверное такая конкуренция очень высокая. И с ней все равно ты так или иначе сталкиваешься, мне кажется. Во всяком случае... Может быть и сталкиваешься вот в этом вопросе. Как ты в общем к этому относишься и чувствуешь ли это влияние на себя? На себе, на своей группе? Единственное, что я чувствую, это ответственность за то, что я несу. Во всяком случае, например, меня очень радует, что на наших концертах могут присутствовать как дети, так и взрослые. Дети достаточно, опять же, до нежном возрасте. И это вот объединение поколений для меня одна из самых наверное приоритетных линий именно лайва. Потому что замечательная ситуация у нас есть. например, наш очень серьезный поклонник Дениска. И он всю свою семью подсадил. Младшего брата, трех сестер. То есть у них большая семья. И меня очень... Ну, он вообще всегда Дениска с отцом... Ну, мы выступаем, а он тащит цветы. Там обычно букет больше него. Там всегда Луке какие-то подарки передают, машинки и так далее. То есть это невозможно трогает. И хотелось бы это сохранить, чтобы вот этот вот момент объединения поколений, он всегда оставался с нами. Это касается, кстати, песни с Володей Пресняковой из «Зурбагана». Это была сама концепция песни, сама идея. Это объединение поколений, безусловно. Володя постарше меня, у него свое поколение, у меня свое. И нам бы хотелось в тот момент, когда мы делали этот «Зурбаган 2.0», протянуть ниточку между этими поколениями. Что, на мой взгляд, получилось. Хорошо, спасибо. Есть также предположение у меня, что и с Оксаной у вас будет какая-то в скором времени или не в скором, но совместная работа. Расскажи об этом. У нас есть очень давно написана мною песня. Я, опять же, не буду раскрывать, в общих чертах скажу, в общих словах. Мы ее сейчас записываем, готовим. хотим снять с клипа. Это, блин, это как-то вот само собой получается. Безусловно, есть песни, которые так называемые синглы. Мы готовим на осень сингл. Вчера мы снимали песню. Помимо того, что мы имеем какие-то синглы и какие-то песни, которые заходят на радио, телевидение, мы имеем желание открывать для наших зрителей другие песни. Например, с белого альбома будет еще три ролика. Вчера мы снимали клип на песню «Где рассвет?». В скором времени осенью выйдет продолжение истории «Ангелы» из анимационного клипа «Пока город спит». Вот, расскажи. Ангел, тот же герой. Продолжение. Да, будет это продолжение. Продолжением песни «Пока город спит» является песня «Город ночной» с белого альбома. Сюжетность, сюжет клипа имеет некую перекличку с сюжетом клипа «Пока город спит». «Ангел» тоже спасает юную душу. Как это реализовано, опять же, я не буду рассказывать. Это просто нужно видеть. Я скажу, что работает та же команда, что и делала клип «Пока город спит». Это ребята из Махачкалы, студия «Альтус» во главе с Гамзатом Исаевым. Когда примерно это? Можешь сказать? Это достаточно серьезная, глубокая работа. Мы вчера с Гамзатом созванивались. Он говорит, что это, наверное, все-таки осень, потому что то, что мы задумали там совмещение 2D и 3D графики, это требует реализации такой серьезной... Усилий определенной. Даже, наверное, это, вы знаете, тут это, опять же, эксперименты поиска. Ему я отдаю достаточно... Если мы делали 2 года тот клип, «Пока город спит», то в этом случае будет все быстрее, но, тем не менее, какие-то задачи будут долго реализовываться, на мой взгляд. Мы будем ждать. У тебя в альбоме, в белом альбоме, есть не только песни, но и стихи. Да. В следующем альбоме, чем будешь удивлять? Тоже будут стихотворения? В концепции та же. Будут стихи, которые у меня собираются по мере записи, да, по мере записи альбома. Сейчас я уже приступил к записи, к работе над третьим альбомом. Можно сказать, я никогда не останавливался, да. Если сейчас просто у нас, например, с нашим музыкальным продюсером Андреем Звонким это вышло на такой этап, мы упростили какие-то вещи, то есть я раньше накидывал все в телефоне, переносил на студию, там, или у себя в лаптопе, развивал немного в другой программе, нежели на студии. Потом нам приходилось переносить, заново переделывать. Сейчас я прямо все у себя в протулсе делаю. И просто проект приношу на студию. Но я могу сказать, что эта дуэтная работа студийная с Андрюхой, она имеет свою ауру. Она имеет свою неповторимую ауру. И очень много идей рождается вот просто из-за того, что мы присутствуем на студии вдвоем, да? При том, что у Андрюха Звонки, у него сейчас прекрасная своя карьера развивается. Да, он приходил в гостях. Делает, на мой взгляд, просто потрясающую музыку. Свою такую, со своим стилем. Один из первых фанатов. И я всегда верил в то, что у Андрюхи абсолютно свой зритель, свой абсолютный успех. Вот. Слава Богу, что мы смотрим в одну сторону. До сих пор мы вдохновлены. И надеюсь, что это будет дальше. То есть вот, например, альбом, который я сейчас готовлю, то есть он... Это опять же, это же пошаговость такая интересная. То есть какой-то новый взгляд. Это определенная эволюция в проект Бурита. Друзья, сделаем небольшую паузу, после которой мы продолжим общаться с Гариком. Оставайтесь поблизости. Друзья, на волнах телерадиоканала «Страна.ФМ» на ложках играет Гарик Буриту. Такая интересная идея, такая простая, но... Вот тебе готовый сэмпл. Может быть, где-то... Ты так всем артистам говоришь, Рома. Сейчас хит за хитом пойдет, понимаешь? Тема сэмплов для Гарика. Ты знаешь, какое самое крутое разрешение на использование сэмпла я получил однажды? Расскажи. Вот Алла Борисовна Пугачевой. Так. Однажды мы пришли к ней еще... Я был в составе группы «Бандерас». Мы пришли всей группой на интервью. Так. Кали Борисовне на ее радиостанции, которой сейчас уже нет. Ого. А, да, да. Я, вы знаете, два часа беседы с Аллой Борисовной, понятно, что это просто невероятный экспириенс. Это, во-первых. Во-вторых, этот человек, она была лучше всех журналистов за всю мою память, готова к интервью. Она знала о нас все. Она знала о творчестве. Она знала песни. Она разговаривала с нами очень-очень-очень так по-матерински. И, ну, меня покорило все в этом интервью. Я набрался смелости и сказал, вы знаете, Алла Борисовна, у меня давно есть желание из вашей песни вот старинные часы взять сэмпл. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И там, и припев. Жизнь невозможна. Вообще. Ну, я прочитаю одну из легендарнейших и гениальнейших песен. И она дала мне разрешение. Легко ты сказала, ладно, бери. Ну, она сказала, да возьми, пожалуйста, конечно. Класс, как приятно. Вот. И у меня даже до сих пор лежит пластинка со старинными часами. И я до сих пор жду варианта. Не знаю, помнит она это или нет. Но, тем не менее, когда появится такой... У меня есть уже задумка. Она лежит очень давно, больше 10 лет. Именно с этим сэмплом. Ну, часы старинные, они еще подожду. Они еще подожду, да. Слова пока не родились от меня. Но такая интересная штука, интересная. Мы будем ждать, друзья, старинные часы возрождения. А может, и концерты с сольным все это случится? Кто знает? Нет, вряд ли. Не успею. Ну, тогда про концерт расскажи. Расскажи про осенние концерты. Да, и не только. Ежегодный, ежегодный сольный концерт. Большой сольный концерт группы «Буридз» состоится 2 ноября в клубе «Рэд». Съемка. Соответственно, несколько новых треков. Любимые старые треки. Будем петь, будем петь душой. Приезжайте, приходите. Покупайте билеты. Просто заносите деньги. Ну, и для наших зрителей и слушателей в Питере сообщаем, что 11 ноября Петербург клуб «Космонавт». Там тоже Гарик выступает. Да, тоже сольный концерт, да. Вообще, космонавт нам... Вот сольник в «Космонавте» тоже для нас стоит таким отдельным красным маркером. Очень классный был концерт, да. То есть сольники вообще, это великая вещь. Недавно один из самых последних сольников был в Ростове на крыше. Круто было. Очень. Ну, сольные концерты, представляешь, вот столько лет писал, а тут песни, которые, в принципе, не крутятся на радио, никогда не станут, все наизусть знают и поют. Это, конечно, ну... Я не могу это передать словами, это просто очень трогательно и очень глубоко. Ну, если это не можешь передать словами, расскажи, что такое рэп-трёп, что мы у тебя обнаружили в Инстаграме, да. Рэп-трёп — это авторская программа Вали Сороки и Антона Бурнышева, моего родного брата. Он ваш коллега, они ваши коллеги, работают на другой радиостанции. Вот, да. Я думаю, что для них это тоже было в виде эксперимента, то есть они сочиняют какие-то вот... Скетчи такие, да. Скетчи, да, в стиле рэп. И Антоха мне позвонил и говорит, брата, давай сделаем. Говорю, давай сделаем. Ну, как-то получилось. Можно посмотреть. А ты там принимаешь участие в образе себя, и ты ничего такого не писал. Так он, номинален. Они всё сами сделали. Да, всё сами сделали. Они прекрасно справляются с этим. Ну, было прикольно. Ещё несколько слов. Ты сказал, что вчера буквально снимали клип. Что было интересного? Что за работа? Да. Вчера мы снимали клип на песню «Где рассвет». Интерес в том, что одну часть клипа на туру мы сняли уже 4 года назад. Вот там история паркурщика, история похищения девушки. В этом 4 года клип ждал своего воплощения, своей реализации. Вчера мы снимали «Зелёнку». И как это будет всё совмещаться, и к чему это приведёт, и какой смысл сверхзадач этого клипа, вы увидите осенью. Вот, всему своё время. Наконец-то. Всё, 4 года мы ждали. Смотришь, цикл. Гарик, как мотоциклы, скажи, по-прежнему гоняешь всё? Жем лежит. Любовь. Это в этом сезоне. Всё, я нашёл то, что соответствует моему внутреннему характеру, миру, моему внешнему воплощению, внутреннего наполнения. Рекламу не буду делать. Я скажу, про С1000РР. Все, кто в теме, знают. Хорошо. Он соблюдает правила дорожного движения. У него настоящий такой мотоциклетный костюм и, конечно, красивый шлем. Красивый шлем мы заценили уже. Гарик, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Мы желаем тебе... Да всё ты делаешь правильно. Благодарю. Продолжай. Иди тем же путём. Спасибо большое, кто на Стране ФМ. Спасибо тебе большое. Приходи к нам в гости. И удачи. Семье привет большое. Пока. Лучшее в стране. На телерадио-канале Страна ФМ.